здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика давно я вам обещала сделать обзор на вот этот вот паровой как бы отпаривателем который я купила и вы знаете с тех пор я прошу прощения за громкое название но это вы сами понимаете это я действительно им довольна и давайте я вам покажу расскажу вот именно вот этим вот этой вот маркой потому что я пользовалась им не им а другим как бы отпаривать у дочки у нее другой и вы знаете вот этот вот лучший поэтому я вам его покажу расскажу как он работает покажу на образ так давайте начнем с того что я его купила просто в электромагазине это у нас philips сейчас посмотрю как бы именно маркировку его если здесь что-то будет ну вот philips 77000 и тут у нас серия 7000 philips я не знаю и ух ты на русском языке сертификат ладно чем philips другого ничего никаких опознавательных знаков я не нахожу кстати здесь тоже серия 7000 все вот что у нас здесь находится варежка вот такая вот это наверно чтобы на весу отпаривает не знаю куда эту варежку вы одевать две вот такие вот колбочки для наполнения водой да их две варежка и в принципе все больше у меня здесь ничего нету коробку я сохраняю для того что вдруг случится вернуть ее что вот этого касается вот этого самой детали я вы знаете я не пользуюсь как бы ему висячим положение пока еще не пользовалась вот но я отпариваю лежа в положении тоже что хорошо хорошо он очень хорошо формирует есть здесь два режима эко режим и максимальный режим всего лишь два я сейчас на примере вам покажу как они работают да то есть если вам нужна деталь просто придать форму петелькам до ровненькую и не изменять форму вы используя используйте вот этот эко режим она там пар очень такой деликатный вот и не деформирует изделие если вам нужно парить именно придавать форму что очень очень хорошо получается вот это у меня так и утюгом соответственно так не получается и мочить стирать тоже не получается с тех пор как я его купила то я больше ничего кроме того что я парю либо тем либо тем режимом я ничего больше не делаю от слова совсем вообще ничего так здесь вот эта штучка вот так вот открывается емкость вот это для воды сюда заливаем воду все кстати очень просто в употреблении и конечно попробую найти вам какую-то ссылочку чтобы вы хотя бы память понимали и почитали там какая ну чтобы вам если вы захотите купить я же говорю никаких партнерских ссылок здесь не будет вот только рекомендация моя вот вы одеваете так вот просто совмещаете вот эту выступающую штучку с дырочками и защелкиваете все далее вот есть одна кнопка вот пар выпускаете пар этой кнопка сейчас я все покажу этой кнопкой вы меняете положение вот этой вот штучки все принципе в управлении все очень элементарно никаких выставлений заморочили вы их умных и там дисплеев ничего нет раз два три кнопки вот включить выключить все четыре раз два три четыре кнопки все в управлении ну и сейчас я вам на примере покажу как же он работает потому что так я могу рассказывать сколько угодно вот так вот он выглядит я же говорю я не помню кстати такой у даши у магии отпариватель но этим я безумно довольна и с тех пор вот я его летом купила полгода почти он у меня и я больше у меня не лежат намоченные разложенные вещи больше у меня ничего нигде не сохнет не занимает это несколько дней в это и кучу нервов это не занимает я все делаю вот эти вот отпаривать абсолютно все больше никаких других как бы манипуляции я связанными вещами не делаю вот тем более что после если вот после стирки то она получается я не знаю что это куда это если мочить и раскладывать все равно полотно уже получается не такой здесь она получается достаточно таким дорог дорого выглядеть не знаю как как выразиться вот ну что давайте я сейчас наберу водичку и на примерах вам покажу это первым делом я включаю брезетку здесь сам утюг я кстати вот так вот его оставляю в розетке и ничего пока не случилось ну вы не рискуйте это я говорю свой опыт вот у нас кнопка мы включаем первый режим всегда всегда включается вот этот вот эко пока это блин боюсь вот эта кнопочка это значит у нас это все разогревается вот есть у меня вот две шапки вот это и вот мне нужно просто выровнять петельки не придавая форму а вот этой вот она резинка связана она внутренняя это будет шлемик внуку моему эту надо как бы придать форму вот и сейчас мы с вами это будем делать вот смотрите уже горит лампочка это значит что мы уже можем работать так здесь я просто выравниваю петельки как я это делаю я всегда кстати еще не пробовала в висящем положении делать я всегда лажу на полотенец к покрывалка он нажимаю вот эту кнопочку и ничего не происходит вот пока пока она как бы тепленькая я всегда вот так вот встряхиваю и как бы растушиваю его пока тепленькая вот видите петельки выровнялись так вот так вот это работает в коры режиме петельки выровнялись при этом она полотно не растянулась она осталась таким каким она была если вам нужно переключить на большее режиме вам нужно как бы там формировать вы вот эту кнопочку придерживаете нажимаете придерживаете и у вас загорается вот это лампочка макс и вы уже начинаете утюжить на максимальном режиме вот эту штуку я хочу растекнуть поэтому здесь я буду разглаживать видите здесь уже деталь растягивать этот режим уже и пар более интенсивный вот в этом режиме если вам нужно спарренировать изделие вот именно на этом режиме кстати вот у меня произошло то что делать не нужно тут составе шерсти у меня получается что под сбилась полотно вот и мне придется это кстати и хорошо в обзоре потому что очень аккуратно с вот этим вот режимом макс здесь нет здесь все четко то есть если натуральные волокна то только на это вот этом вот режиме на маленьком вы просто придаете ровность петелькам и вы и полотно не сбивается здесь вот я смотрю и не могла понять что такое и смотрю сбилась вот именно как сваленное оно получилось но ничего страшного это мой опыт и тем более я вас предупредила очень даже я думала что я эту резинку растянул да вот это его детали а может быть она и нет я просто хотела вот эту резинку как бы сделать внутреннюю шапочку да мне придется перевязывать двойную двойной шлемить хотела сделать а этот с ушками но ничего все я все поняла переключаю на эко и только при шерсти работаю на эко вот что хочу сказать вот такой же эффект у меня происходит с этими с пряжей из алиэкспресс вот которая кашмир которые в бабе не заказывала вот точно так же она себя ведет сейчас еще попробую одну вещь так это вот шапочка вот это кстати 1 не первый раз случилось это шапка как бы эта шапочка у меня сегодня буду снимать мастер-класс из буклированной пряжи с алиэкспресс вот тест пряжа пряжа прошла тест тут все нормально шерсти нет форму принимает нормально видите ну кстати это это режим и вот так вот я и и формирую когда глажу раскладывая пока тепленькая допустим если мне нужно рукавчик там сформировать а как рукава вот все хорошо формируется вот именно в процессе глажки дети была шапочка измятая или потому что она ехала в чемодане сейчас я буду ее снимать вам девчонки все у меня записи сохранились и очень хорошо себя зарекомендовала это шляпуля и пряжа кстати вот смотрите вот прекрасно придается форма какая нужно изделию здесь на манекене еще бы макушку конечно про утюжить на манекене но это все можно сделать девчонки вот такое такая вот рекомендация вот у меня для вас и но кстати вот этот нюанс который у меня случился это все нужно пробовать на образце когда мы вяжем образец и мы его как бы обрабатываем по которому мы считаем плотность вот это до изделия вы уже будете знать что вам делайте как вам на каком режиме вам именно это все дело обрабатывать девчонки на сегодня все я с вами прощаюсь с вами была великая школа рукоделия надеюсь вот такой вот корявый обзор девчонки не умею я конечно снимать обзоры ну вот что могла рассказала показала опознавательных знаков нет кроме филипп филипп 7000 сервис я попробую не попробую я найду ссылочку вам оставлю чтобы для ориентации чтобы вот чтобы вы это все понимали в управление намного проще чем утюг я кстати на утюге как начну вот эти режимы выставлять а здесь два режима и все и поехали ну все девчонки на сегодня все я с вами прощаюсь с вами была века школа рукоделия всем пока пока